Большинство говорит так, далеко и без кирешек эти ремни. Мне некомфортно пристегивать. Два-три штрафа в месяц для Дмитрия Костюка привычное дело. Мужчина профессиональный водитель, ежедневно возит пассажиров на дальние расстояния. Оплачивать штрафы взял за правило. Говорит, пока есть 50% скидка, надо пользоваться. В основном, признается мужчина, штрафы выписывают инспекторы ГАИ за непристегнутых пассажиров. Но иногда письма счастья прилетают из-за лихачества. В основном приходят остальные стационарные, которые временные, вовушки. Назовем так, которые в багажниках, в машинах установлены. По трассе, пожалуйста, прокатитесь, там элементарно между машин камеры стоят. То есть знака о предупреждающем наличии камеры отсутствует. О предупреждающих знаков и не должно быть, несмотря на то, что водители недовольны. Оказывается, такие передвижные комплексы установлены по закону. Их цель, как рассказали инспекторы ГИБДД, снизить количество ДТП на алтайских трассах. Вот так выглядят передвижные комплексы фотофиксации. Это устройство помогает с точностью до 90% распознать госномер автомобиля, а также индивидуальные черты водителя, комплексы и особенности лица. Радары приобрели за счет краевых средств. Стоимость одного – один миллион рублей. Всего в регионе 10 таких комплексов. Ставят их прежде всего в местах повышенной аварийности, на пешеходных переходах и опасных перекрестках. Причем локации постоянно меняются, отмечают сотрудники Алтай-Автодора. Кстати, они и отвечают за содержание, а также установку комплексов. Обслуживают комплексы фотофиксации только работники краевого учреждения Алтай-Автодор. Все денежные средства поступают только в краевой бюджет. Правда, рассказывают специалисты Автодора, были предложения от частных инвесторов, которые хотели установить собственные камеры в обмен на отчисление с каждого штрафа. На Алтае их предложения пока отклоняют, а вот в других областях, пишут СМИ, например, в Тульской, камеры фиксации принадлежат сразу нескольким небольшим компаниям или даже индивидуальным предпринимателям. Кстати, помимо передвижных комплексов, на Алтае безопасность на дорогах контролируют и стационарные камеры. По краю их почти 60. В следующем году количество планируют увеличить. Ведь именно благодаря фото- и видеофиксации аварийность на дорогах региона, по словам автоинспекторов, снизилась в разы. Их использование ежегодно способствует ликвидации аварийно-опасных участков и позволяет более эффективно маневрировать силами и средствами дорожной патрульной службы. Только за 2018 год, по результатам фиксации умных комплексов, к административной ответственности привлечено больше 40 тысяч автомобилистов. Бюджет края они пополнили почти на 20 миллионов рублей. Уже точно известно, что с января 2019-го деньги от штрафов напрямую будут поступать в Дорожный фонд края. Решение приняли краевые депутаты в конце августа. Они внесли изменения в закон о бюджетном процессе и финансовом контроле. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.